Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Я хочу сегодня говорить о имени. Сегодня посвятить полчаса, может быть, 40 минут, чтобы мы порассуждали над тем, к чему мы так привыкли, но что нами остается непознанным часто. Это наше имя. Вот об этом сегодня будем рассуждать. И Соломон, имея мудрость от Бога, он говорит, что доброе имя лучше богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Другими словами, он говорит, что ресурс, потенциал, который есть в имени, он гораздо больше, чем те ресурсы, которые мы думаем приобрести для того, чтобы воплотить свое будущее. Я хочу вам сказать, дорогие сестры, братья, семьи, вы не сможете воплотить ваше будущее, если вы не займетесь своим именем. Деньги не помогут вам построить счастливую семью. Какие-то богатства этого мира, они не помогут вам войти в ваше предназначение в Боге. Когда мы читаем Божье Слово, мы знаем, что Церковь, она шла разными путями и разные конфессии, по-разному приобретали священнический сан, но по Слову Божьему, в Божье призвание ты не можешь войти сокровищами этого мира. Для того, чтобы тебе иметь будущее в Боге, тебе нужно заняться твоим именем. Это ключ и это сила, чтобы твое будущее было воплощено от Господа. Об этом мы сегодня постараемся поразмышлять. Когда мы сегодня называем друг друга по имени, часто это имя, которое нам дали родители. Но в процессе жизни мы получаем и другие имена, которые несут в себе наши образы. То есть на разных периодах нашего возрастания, в детском садике или в школе, потом впоследствии в университете, на работе, в служении, мы являем собой какие-либо образы. Эти образы бывают разные, и иногда сверстники, они к нашим образам добавляют словесную репутацию или словесное описание, точнее, нашего образа. И вот мы получаем разные имена в разные периоды. Иногда этим родители занимаются. Они назвали тебя Надя, а потом еще назвали несколькими именами в соответствии с твоим поведением дома. И имена не всегда лесные бывают, иногда они бывают даже очень грубые. Но вот природа имен, она есть от родителей. Когда родитель усилием своей воли, своим решением, он, имея право по факту рождения, они родили ребенка, они называют, то есть как хотят ребенка, они назвали. Ребенок растет, у него начинают приобретаться образные имена. И они тоже становятся какими-то, может быть, временными, но ориентирами для ребенка или для взрослого человека, потому что образные имена – это не только вопрос детства, также это бывает и уже в зрелом возрасте. Но еще одно имя, которым бы я также хотел остановиться, я его назову так «второе имя». То есть вот есть имя, которым нас назвали родители, например, Антон. Мы знаем пастора Антона, другого пастора Антона, их сопровождаем именами отцов, чтобы различать, чтобы не говорить «Антон с бородой» или «без бороды», а чтобы более культурно говорить «Антон Игоревич», «Антон Александрович», разберитесь, кто с чем. Нам дали родители. Мы поговорили о образных именах, которые, как правило, дают нам наше окружение. И вот второе имя, я упускаю образные, это чаще мы всего называем репутацией. Это уже не образное имя, это не имя, которое родилось из одной ситуации. Образные имена, они меняются. На разных этапах могут быть по-разному. На каком-то этапе это имя, оно может быть нелестным, потом проходят годы, что-то меняется, имя меняется. Но вот имя второе, которое я назвал репутацией, это имя, которое формируется годами, нашим характером, нашими словами и нашими поступками. Это второе имя. Оно уже не дается родителями. И оно имеет в себе такую некую совокупность и общественного мнения, и семейного, и твоего внутреннего понимания себя. И вот эта вот совокупность, она определяет тебя как личность. И это уже не человеческие имена в смысле Саша, Надя, Антон, Ваня. Это другие имена. Оно более описывает твои характеристики, кто ты есть. Ты обманщик или наоборот, ты надежный человек, ты верный человек, ты профессиональный человек и так далее. Когда мы смотрим на второе имя, оно сформировалось на основании слов и поступков, которыми мы себя окружили. И есть еще вот к этому имени, которое можно назвать репутацией, есть еще одно имя. Оно тоже как второе. Мы его читаем и в Евангелиях, и в Ветхом Завете, когда Бог давал человеку второе имя. Например, Симон стал Петром. В результате чего Симон стал Петром? Он был вдохновлен откровением, и это откровение привело его к определенному провозглашению своей веры. И вот это провозглашение веры дало ему второе имя. Иисус, посмотрев на него, сказал, ты, Петр, ты, мы знаем, по-русски это ты, камень, да? Ты тот, на котором я построю церковь, на том откровении, которое ты сегодня озвучил. И это второе имя, которое вдохновлено каким-либо откровением. Оно может также говорить о нашем призвании. Призвании не только церковном, призвании человеческом. Потому что иногда говорят, это врач от Бога, да? Что значит врач от Бога? То есть он на основании некого внутреннего душевного откровения осознал свою причастность к этой профессии. И тогда, когда его даже, возможно, не убеждали еще родители, но он посвятил себя полностью этому. И на основании вот такого, как бы, если можно сказать, исповедания своей веры в свое призвание, он получил второе имя. И это не совсем репутация, это скорее вот такое вот предназначение. Вот такие разные бывают имена и их формирование. Симон стал Петром, Иаков стал Израилем. Это процессы, когда люди меняли свои имена или меняли природу своих имен. Когда мы говорим, а еще вернусь к образным именам, потому что это, я считаю, важно понять, иногда мы очень сильно ориентируемся на временные имена. мы их делаем такими постоянными величинами. Они не постоянными. То, что сегодня вы переживаете и чувствуете, это не значит, что это будет завтра, как хорошее, так и плохое. Давайте вспомним Петра. Вот образное имя Петра, которое родилось сразу практически после того, как он из Симона стал Петром, Иисус начинает говорить о воле Божьей, которая через него, через Христа, должна была исполниться в страдании Иисуса, в крестной смерти. Петр, окрыленный своим новым именем, что сам Христос дал ему другое, новое имя, перечит Христу и говорит, да не будет с тобой этого, Господи, и начинает говорить против воли Божьей. На что Христос, обращаясь, говорит ему, отойди от меня, Петр. Нет. Если вы читали Евангелие, он не это говорит. Обращаясь к Петру, я не знаю, к кому он обращался, но он сказал, отойди от меня, сатана, ты и мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Что произошло? Произошло ли то, что им Симон стал Петром, а Петр потом стал сатаной? Нет. Петр – это было постоянное имя, данное от Бога ему. Это Божий дар через исповедание веры, которая, в свою очередь, родилась из образа жизни и понимания, мышления Петра, потому что ты не можешь так просто провозгласить свою веру. Но когда Иисус обратился к Петру и сказал, отойди от меня, сатана, вот это определение было, оно было образным. Петр не стал сатаной. И сатана не вселился в этот момент в Петра. Он оказал влияние на Петра, но Петр не стал сатаной. Это было образное имя, которое подходило к данной ситуации. Но это не значит, что после этого все апостолы, когда видели Петра идущего, говорят, смотри, сатана идет. Они понимали, это был момент слабости, когда Петр приобрел некое образное имя, которое отлепилось от него сразу после покаяния. Вот есть имена образные, и не надо их путать с постоянными. Я еще раз скажу, это важно. Некоторые живут с временными именами, которые родились в какие-то периоды вашей жизни, и вы думаете, что это ваши постоянные имена, это были временные, вам надо покаяться, вам нужно что-то совершить, чтобы отлепиться от этого имени, или просто иногда пройти этот период времени. Я еще вам одно напомню, такое вот образное имя. Была женщина Наиминь. Она была из Израиля. С мужем во время не очень простоя. Она уехала в другую землю, там ее сыновья женились на язычницах. И потом умер и ее муж, и сыновья. И она возвращается в Израиль вот в таком разбитом состоянии. Ее сопровождает только одна Руфь. Вторая невестка ее оставила. И она, возвращаясь в Израиль, она говорит в Израиле с тем знакомым и людям, которые вышли встречать. И она говорит, Наиминь пришла. Имя Наиминь обозначает прекрасное. На речи, которым ее называли, говорили, Наиминь вернулась. Она говорит, не называйте меня Наиминь. Называйте меня Мара. Что обозначает горькое. То есть, она берет образ состояния, и она меняет свое имя. Говорит, я не могу сейчас называться тем именем, под которым вы привыкли меня знать, потому что ситуация в моей жизни настолько сложная, что я не чувствую себя Наиминь, я чувствую себя Марой. То есть, я не чувствую себя приятной, приносящей благословение, приносящей радость другим, приносящей удовлетворение другим. Моя жизнь стала горькой для других, и те люди, которые окружаются меня, они вместе со мной вкусили эту горечь. Стало ли Наиминь на самом деле горькой? Нет. Это была временная ситуация. Потом, если вы читали книгу Руфь, Руфь вышла замуж за Вооза, их жизнь изменилась, все возвратилось ей, Бог благословил ее. Это было образное имя на определенный момент ее жизни. Точно так бывает у нас. Мы проходим какие-то сложности, что-то не получается, и ты думаешь, я неудачник, у меня не получится, я не состоялся, не называйте меня так, называйте меня горьким, у меня ничего не получается. И человек, проходя трудные эпизоды, он берет образное, временное имя и пытается сделать его постоянным, это неправильно. Нам не нужно обманывать, конечно, самих себя. Если мы проходим какие-то сложные, как и Иисус не обманывал Петра, он не прочитал ему проповедь, он даже не объяснился, он просто и коротко сказал, Сатана, отойди от меня. Иногда нам надо прямо в лоб сказать, слушай, хватит быть лукавым. В данный момент образное твое имя, лукавый, в данный момент образное твое имя, Сатана, что значит противник, ты противишься власти, не надо прикрывать. Если сегодня ты проходишь эти периоды, лучше обозначить этот период правильным именем, чтобы ты имел понимание, что нужно изменить и как оттуда выйти. Но не бери это имя и привязывай его к себе годами, как это сделал Иаков, что обозначает обманщик. Он жил с этим именем долгие годы, и его жизнь, она не отличалась особым успехом. Итак, вот мы с вами порассуждали о образных именах. Следующее, которое я говорил вам, это имя, которое как репутация нашей жизни. Псалом 137, 2. Давид говорит, «Поклонюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». В мире Божьем, послушайте внимательно, в мире Божьем, который для нас часто невидимый, но мир, из которого все начало быть, что начало быть, в мире Божьем «Слово стоит прежде имени». Я еще раз скажу, слова стоят прежде имени. То, какую мы словесную жизнь вокруг себя формируют, оно будет определять ценность именам, которые мы себе приписываем. И если наши имена, они не будут совпадать с уровнем, образом нашей жизни в Слове, в сотворении определенных дел, потому что Слово в понимании Библии через него все начало быть, что начало быть. То есть это сила сотворения, сила, которая запускает действие. Когда мы с вами имеем в своей жизни эту силу сотворения, мы запускаем определенные действия, и мы пытаемся назвать себя каким-то именем, но наши слова, а в соответствии потом и наши поступки, они расходятся. Мы же хотим себе давать хорошие имена, да? Мы придумываем себе хорошие имена. Но насколько мы соответствуем этим именам? Бог не придумывал себе имена. Его имена рождались из Его Слова, из Его действий, из Его отношений. Когда мы знаем там Ветхий Завет, мы можем вспоминать, и я вам советую всем пройти библейскую школу, изучать, углубляться в Божье Слово. И там много имен. Есть и Иегова, как сущий, и к нему привели всякие приставки. Иегова, Ниси, Мое знамя. И так далее, и так далее. Не буду сейчас тратить. Но все эти имена, они рождались из того, что Бог делал для Израиля через Своё Слово и было высвечиваемое Его имя. Не наоборот. Он говорил, называйте Меня так, а потом Его слова расходились с действиями. Так не было. Наш Господь Иисус, имя Его, которое Ему дали, Эммануил, что обозначает Бог с нами. И это имя не было просто красивым именем для Иисуса Христа. Оно обозначало истину. Благодаря Иисусу Христу мы храм Духа Божьего, живущего в нас. И Его имя буквально обозначает исполнение Божьего Слова Бог с нами. Вот когда мы пытаемся себе приписать определенное имя, и даже иногда на основании этого имени мы требуем к себе отношения, но наши слова, рождающие наши поступки, на самом ли деле они соответствуют тому имени, который мы себе приписываем? Не являемся ли мы где-то обманщиками? Давид говорит, Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени. Вы знаете, мы все учимся жить. И в семьях особенно бывают иногда конфликты. И когда жена что-то говорит противное мужу, или муж говорит противное жене, или дети говорят противное родителям, или родители говорят не совсем умные и здравые слова по отношению к своим детям, это говорит о том, что в данный момент наши слова не подтверждают наши имена жена, муж, мама, папа. Наши слова должны идти прежде нашего имени. Поэтому очень важно обратить на это внимание, на нашу репутацию, потому что некоторые все еще хотят и замуж выйти, и подходят к зеркалу, и имена себе дают там хорошие. Но когда начинаешь углубляться в суть, не всегда имена соответствуют действительности, это как рекламная продукция. Купи таблетку, будешь здоров от всего. Свяжись с нами, мы лишим тебя всех проблем. То ли они тебя на кладбище хотят отправить, но явно обманывают. Если за именем не стоят слова и действия, это не имеет силы. Наши имена, они являются гарантами. Вот это репутационное имя, оно является как бы гарантом, оно определяет наши будущие действия. Когда мы говорим с таким человеком, и мы знаем не просто его имя, и даже мы знаем его не ситуацию. Иногда я имею отношение с людьми, и ты видишь, они проходят сложный период жизни, но ты знаешь, у него есть репутация, и ты понимаешь, что он пройдет этот трудный период, но его дальнейшие действия, они будут такими, потому что он, у него уже есть определенная репутация. Наше имя гарантирует наши будущие поступки. Точно так же не надо обманываться, если эта репутация плохая. Знаете, мы иногда попадаем в обольщение. Сестры говорят, ну ты знаешь, этот брат уже с тремя гулял, встречался, и вот ты или там пять, или как у той женщины уже шестая, как бы, не, ну я же такая, я же уникальная. У тебя будут уникальные проблемы, потому что репутация гарантирует, что этот человек будет с тобой поступать так, как он поступал до тебя. Ничего не изменится, пока не изменит он свои слова и действия по отношению к своему имени, пока это не изменится. Почему в Библии написано, новообращенных нельзя допускать до служения священства? Почему? Потому что мы еще не знаем, что будет гарантировать его жизнь, когда мы скажем, о, это наш пастор. Человек пришел полгода в церкви, все, ты наш пастор. А мы не знаем, что в его жизни, каким образом он себя поведет. Мы начинаем доверять, написано, таковых что нужно сначала испытывать, а потом допускать до служения. Когда мы хотим иметь взаимоотношения с другими людьми, мы должны смотреть более важно не на то имя, которое дали родители, а постараться узнать их второе имя. А как тебя зовут в твоем бизнесе? А как тебя зовут в твоей семье? А как тебя зовут в твоей церкви? Это мне скажет, что ты будешь делать по отношению ко мне дальше в жизни. Обратите на это внимание. В притче двадцатая глава одиннадцатый стих Соломон говорит, что даже отрока можно понять по поведению, что будет дальнейшее в его жизни или какое имя он приобретет себе. Даже отрока. То есть, когда мы смотрим на человека, его жизни, поступки, в принципе, можно определить его будущее, потому что его имя является гарантом соответствия его поступок. Также наши имена, я имею ввиду вот эти вот имена, которые мы получаем уже от Господа, вдохновленные откровением или вдохновленные нашей душой, они опираются на ценности. Как я уже приводил в пример врач от Бога. Врач не может быть, если можно, конечно, применять, но мне кажется, можно, врач от Бога, потому что некоторые врачи свидетельствуют, что во время операции сам как будто Бог направляет их руки. Невозможно быть врачом посвященным без человеколюбия, ну невозможно. У тебя должны быть определенные ценности, то есть, ты не просто профессионал, ты не плотник, у тебя есть определенные ценности, которые ведут тебя в это, ты мимо чего-то, Лера, я помню, рассказывала, как она там кому-то артерии зажимала в поезде, кровь хлещет. Я вот не опираюсь на эти ценности, я бы, наверное, по-другому поступал, но врач, который врач, для него человеческая жизнь, она важна, я имею ввиду его физическая, телесная жизнь, он опирается на ценность, вот это имя призвания, я бы так сказал, оно опирается на ценность, я как пастор имею другие ценности, и для меня это важно, и когда я попадаю в такую ситуацию, во мне срабатывают мои ценности, то есть, на что опирается мой дар, вот это вот имя моего призвания, и так далее, в каждом призвании, это есть, я хотел бы привести в пример Дух Святой, он назван в Евангелии Иоанна, по-гречески это звучит как параклетос, по-нашему на русском языке это звучит как утешитель, то есть, более такой узкий термин, на греческом это более широкий термин, который обозначает защитник, адвокат, тот, который рядом, тот, который будет помогать, тот, который будет вести тебя, это имя определяло ценность, что Дух Святой, он не то, чтобы приобрел одно имя, но Бог, Христос, он как бы определял через это имя ценность, на которые будет опираться Дух Святой, это человеколюбие, это желание построить отношения с человеком, помочь человеку пройти в этой жизни достойно. И мы перейдем сейчас с вами к негативным некоторым процессам, также на фоне того, что мы с вами общались о именах и особенно о тех именах, которые мы с вами получаем от Господа. Есть такой библейский пример. В Ветхом Завете на одежде первосвященника было два камня, и на этих двух камнях было по шесть колен Израильева по их периоду рождения патриархов. И первосвященник носил их как печать, они были на драгоценных камнях. И была еще золотая такая табличка, на которой было двенадцать драгоценных камней по количеству колен Израильева, и у каждого драгоценного камня, они разные, я не буду, нету времени сейчас читать, исход 28 глава с 9 по 21 стих, можете дома прочитать. 28, исход с 9, 21. Напротив каждого драгоценного камня стояло имя определенного колена, и это хороший образ, чтобы понимать формирование имени. Было имя, и был драгоценный камень. Драгоценный камень во все времена и сегодня тоже определяет некую ценную составляющую, то есть то, что притягивает или то, что делает ценным корону в короны монархов вставлялись самые большие драгоценные камни, потому что именно они, не золото этой короны, а камни определяли ценность. И как я сказал выше, наше призвание, оно имеет ценность, и когда я говорю об этом втором имени, как Симон и Петр, для вас, может быть, это не такое духовное, вам кажется. Бог призвал вас, и вы чувствуете материнское сердце, воспитание детей, и напротив вас, как бы, есть вот это вот имя, мама, и это тоже много значит. И там вставляется драгоценный камень, и на драгоценном камне написывается это имя. То есть это ценность, которая придает значимость вашему второму имени, она как бы является в духовном мире чем-то очевидным, значимым, драгоценным. Но был еще один книга Иезекииль, 28 глава с 13 по 17 стих, там говорится о Люцифере. Люцифер буквально обозначает несущий свет. Он там называется Херувимом осеняющим, который был сотворен, и в нем не было изъяна, он был прекрасен. там написано, что у него на одежде были гнезда, и в эти гнезда были вставлены драгоценные камни, и он ходил среди огнистых коней, и его имя было Херувим осеняющий. И все его украшения, все драгоценности, они обозначали его предназначение и его призвание, но он согрешил, и он был низвергнут, и мы сегодня его знаем как дьявола, как лукавого, как сатану. Дьявол обозначает по-гречески клеветник, лукавый, в принципе, лукавый и обозначает. У него есть много дополнительных еще имен в Библии, не будем много ему давать места сегодня. Сатана, я уже сказал, выше обозначает противник, но не такие имена сначала были. У него были драгоценные камни с прекрасными Божьими именами, но он позволил на этих драгоценных камнях, на этих Божьих ценностях написать хульные имена. Мы дальше в книге Откровения видим, он выступает и на диадемах его богохульные имена, имена не соответствующие тем драгоценностям, которые Бог вложил в него. Послушайте внимательно это. Он делает это с человеками. Человек получает ценность от Бога. У тебя есть приготовленное гнездышко в твоей душе, куда Бог помещает драгоценный камень твоего призвания. как общего характера, так локального характера, лично для тебя. Мама, папа, мы можем сказать это общего характера. Музыкант, врач, учитель, строитель, служитель, банкир, неважно, любая профессия, все делайте, как написано, для Господа. И Бог помещает этот драгоценный камень, он говорит, ты был сотворен, твое призвание прекрасно, он вкладывает ценность, ты начинаешь что-то делать, и это хорошо, это определяет ценность твоей жизни, ценность твоей души, но лукавый приходит, чтобы написать там свое имя, чтобы на ценности, которые ты получил от Бога, написать свои имена. Точно так же, как он это сделал с Петром, у Петра была ценность, он определился как лидер в команде 12 апостолов, и сразу же сатана туда принес свое имя, противник. Вы знаете, лидерская позиция это сложная позиция. Когда ты лидер, у тебя есть определенный набор характеристик, которые всегда идут в некое противодействие с общей массой, но иногда в эту общую массу мы можем записать тех, кому мы должны покоряться и подчиняться. И дьявол это знает. И он берет лидерский камень Петра, и он начинает туда писать имя, сатана, или давайте по-русски скажем противник. Почему? Что делает Петр? Он противится воле Божьей и становится искушением для Иисуса Христа. Так бывает с нашими прекрасными именами, с той великой драгоценностью, которую Бог тебе дал, подходит дьявол и на основании этой ценности начинает писать свое имя. И если мы с этим быстро не разберемся, мы попадем в большую проблему. Один из примеров очень красноречивой Анании и Сапфира в книге «Деяния апостолов» с первого стиха, по-моему, по девятый стих, там рассказывается эта история. Они, видя, как церковь имеет щедрость, имели в своей жизни тоже желание быть щедрыми, но когда они продали имение, вы знаете, как бывает? Пока ты хочешь что-то от Бога получить, ты обещаешь Богу все, что угодно. Но когда ты у Бога получаешь то, что ты хотел, ты вдруг думаешь, ну как-то я много Богу наобещал. Надо понизить уровень своих обещаний, и ты в одностороннем порядке меняешь договор. Книга Экклесиас называет это глупость. Никогда не меняй договор в одностороннем порядке, не с человеками и тем более с Богом не надо. И вот то, что делают Анания и Сапфира, они в одностороннем порядке меняют договор, они соглашаются друг с другом, и явно эта мысль пришла мужу, потому что мы видим, когда Петр Сапфира говорит, ты согласилась с мужем своим, но Анания говорит очень важную вещь. Ты допустил сатане вложить мысль. Ты допустил. Другими словами, у тебя была драгоценность, у тебя был драгоценный камень, ты был прекрасен, твоя мысль была замечательная, как много благословений Бог приготовил для тебя, ты даже не представляешь, возможно, он мог бы быть пророком, служителем, апостолом, мы не знаем, но у него был драгоценный камень, и он позволил дьяволу взять свой резец и на этом драгоценном камне извратить и написать свое имя, что погубило его. Он потерял будущее в результате того, что он позволил дьяволу в драгоценность Божью вложить эту лукавую примесь. Нам нужно опасаться, чтобы дьявол не писал свои имена. Я как пастор скажу, мне нужно бодрствовать, проповедуя вам. Петр говорит, Павел говорит, чтобы мне не оказаться самому недостойным, потому что, когда дьявол видит драгоценный камень, это для него всегда цель написать имя, гордец, противник и так далее, и так далее, и так далее. Если мы допустим, у Анании была возможность покаяться, Петр дал ему, он говорит, вы за столько продали, ну должен же быть страх Божий. Когда Бог уже через человека в нас прямую спрашивает, ты порнографию смотришь, ты обманываешь, ты воруешь, ты изменяешь, это же, ну подумайте, это же серьезно, звучит другими словами, у тебя один шанс покаяться, у тебя, возможно, второго шанса вообще уже не будет, у тебя уже написано имя, Бог хочет изменить, Он сотрет это лукавое имя, Он очистит твою драгоценность, Он вернет тебе твое призвание, Он восстановит тебя, но покайся, исповедуй, что она о ней не делает и падает бездыханным. Нам нужно опасаться, чтобы на наше второе имя ни в нашу репутацию и ни в наше призвание дьявол не мог внести свою клевету. Я постараюсь поспешить, уже немножко затягиваю. Еще одна мысль, мне кажется, важная, это Бог, зная силу последствий создания имен, умышленно иногда не дает некоторым состояться из любви к нам. Я еще расскажу. Бог знает, если в твоей жизни ты сформируешь имя, которое не будет соответствовать ни твоему характеру, ни твоему призванию, твоей личности, скорее всего, это имя станет большим падением для тебя. И из любви к тебе он иногда, как Яков говорит, гордым противится, потому что он знает, это имя приведет тебя к к раху. Концепция Вавилонской башни, это книга бытие, 11 глава, 4 стих. Люди, собравшись вместе, имея один язык, говорят, мы построим город, и мы построим башню до небес, и мы сделаем себе имя, прежде чем мы рассеемся. Все кажется безобидно. Памятник, имя, люди разошлись, но не так безобидно в глазах Божьих, потому что Бог знает, эта концепция родилась не в человеческом интеллекте. Эта концепция была рождена гораздо раньше Люцифер, который впоследствии стал дьяволом, сказал в сердце своем, я взойду выше, я взойду на небеса, я там поставлю трон, мое имя, оно будет выше имени Всевышнего Бога. Эта концепция была трансформирована из бесовского в мир, в человеческий мир, и когда Бог разрушал их дело, Он не воевал на самом деле с человеком, Он знал, если люди сделают это имя, дьявол хочет добиться, чтобы у человеков было ложное имя, я скажу больше, можете это принять, можете это не принять, дьявол хотел повлиять на концепцию человеческого спасения, потому что есть только одно имя, которым надлежит человеком спастись, Иисус Христос. От книги бытия Господь начал выстраивать путь имени Иисусу Христу, и когда дьявол через концепцию Вавилонской башни хотел построить человеком имя, он хотел перевести войну из духовного мира между Богом и сатаною в человеческий мир, чтобы люди стали противниками и не имели того шанса, который Бог запланировал им дать. Поэтому иногда, если мы от глобального в локальный снова перейдем в формат, иногда Господь из любви к нам, Он не дает нам тех имен, которые мы просим, бизнесмен, какой-то авторитет, какая-то позиция во власти или еще что-либо, Он знает много людей, которые приобрели позиции, приобрели авторитеты определенные, приобрели определенные состояния или определенное положение, и знаете, что они говорят? Я говорил с такими людьми, они говорят открыто, ты знаешь, я хочу быть в церкви, но не могу. Почему? Ты знаешь, у меня такая позиция, ты знаешь, у меня такой бизнес. Он не предполагает, чтобы я мог быть в церкви. Дорогие, это страшно, иметь имя, которое закрывает тебя от имени Иисуса Христа, потому что в имени Иисуса Христа спасение, в имени Иисуса Христа прощение, в имени Иисуса Христа свобода от бесов, в имени Иисуса Христа возможность приходить, молиться Богу, и Бог будет отвечать тебе. Это страшно создать имя, которое закроет тебя от имени Иисуса Христа, поэтому из любви к нам иногда Бог хранит нас от концепции Вавилонской башни. Он дал имя, Диане 4, 12, которым надлежит человеком спастись, аминь. В другом месте написано, это имя превыше всякого имени, это была концепция Божьего спасения, поэтому иногда из любви Он противится нам, чтобы мы не погибли. Конечно, если мы будем настаивать, Он отойдет, Он никогда не пленяет нас, Он не делает нас рабами насильно, Он отойдет, Он даст возможность тебе строить твое имя, но ты в большой опасности. Концепция Вавилонской башни ни к чему хорошему тебя не приведет. Конечно, важно, когда мы говорим и о имени Иисуса Христа, чтобы мы были во Христе, чтобы с нами не случилось, как с теми людьми, которые использовали имя Христа как духовную силу, но не соответствовали этому имени, и написано, злой дух взял над ними силу, поэтому, используя имя Иисуса Христа, мы должны быть ориентированы и жизнью своей на Христа. Прославление, пожалуйста, выходите, мы сейчас уже будем молиться. Иногда наши поступки жизни подобно цепям сковывают наши настоящие имена. Израиль, он стал гораздо позже называться именем этим. Это Яков. И имя Израиль буквально означает победитель. Имя Израиль потом стало именем для целого народа. Евреи не называются Аврамяне. Их иногда называют или Бог в образе говорит к ним как потомкам Иакова, но как народность до сего дня они называются Израиль. Жизнь и поступка Иакова как будто была скована цепями. Хотя Бог видел его еще в очреве матери, мы читаем это в пророках. Он говорит я возлюбил тебя в очреве, когда ты запинал Исан победил там. Бог видел Иакова как Израиля всегда, но его поступки, его образ жизни, его воспитание иногда какой-то неуспех в нашей жизни мы компенсируем неправильными именами, это то, что делал Израиль. У него не было успеха в охоте, он не был таким брутальным в глазах отца. Исаф был таким, волосатый, косматый, охотник, пах, соответственно, брутально. Яков не был таким, и он выбрал быть рядом с мамой. Это ни к чему хорошему его не привело. Мальчикам нужны отцы, мальчикам нужны братья. Если это не полная семья, нужны братские служения, на которых мальчики будут рядом с другими мужчинами, которые помогут им возрастать, как мужчинам. Не обижайтесь, сестры, но это истина. Мальчикам нужны мальчики. Мы видим, к сожалению, что творится в Европе. Они могут иногда быть нежными в начале своего развития, но это не значит, что это их имя. Не надо их так воспитывать. Надо любить их, ценить их, но понять. Они могут начать компенсировать свой кажущийся неуспех брутальности в том, что станет для них потом цепями, которые будут годами держать их. А они победители, они чемпионы, они лучшие, они герои, но эти цепи неправильного воспитания, неправильного влияния, неправильной компенсации, они сдерживают их нормальные имена. И однажды Бог, как отец, встречается с Иаковом. Он начинает бороться с ним, он начинает с ним проводить эту ночь борьбы, и после этой ночи борьбы он вытаскивает, он разрывает, Иаков разрывает эти оковы, и послушай, ты со мной боролся, мужик, брутальный, герой, твое имя Израиль, ты никакой не Иаков, ты не мамечкин сынок, послушай, я знал тебя от чрева, когда мама тебя не видела, она там чувствовала, что что-то происходит, но она не смотрела эти, как эти, ММА, эти бои, там у нее в желудке, у нее в ринг там был, там без правил происходили между Исавом и Иаковом, она не видела, а Бог смотрел, Иаков, я за тебя болел, ты там побеждал, я видел тебя, ты герой, и он разорвал эти цепи, Бог знает нас, прежде чем мы родились, прежде чем какое-то имя тебе дали, у Бога было имя для тебя, и нам нужно позволить Богу иногда провести с нами определенную борьбу, сказать, хватит надеяться на эти имена, ты не гневливый, ты не обманщик, ты не противник, это не твои имена, это компенсация, которую ты сделал себе, но это не ты, у тебя есть настоящее имя во мне, разорви эти цепи, и я скажу тебе, кто ты есть на самом деле, сегодня мы будем молиться, я хочу молить Бога, чтобы Бог открыл тебе твое имя, завершая короткие две мысли, имена не влияют на нашу жизнь, не надо там в греческом переводить свои имена и льстить себе, мне нравится имя Александра на греческом, Александру Григорьеву сзади тоже там нравится на сцене, но имя не формирует мой характер, мы должны влиять на имена и позволить Богу влиять на имена, как бы тебя ни назвали, даже если ты мемфивосфей и сам себя чувствуешь мертвым псом на свалке жизни, Бог посадит тебя и назовет ты царский сын, нам нужно дорожить добрыми именами, чтобы слышать и в семье, в церкви от Господа любимый, любимая, верный, посвященный, дорогой, профессиональный и так далее, нам нужно дорожить этими именами и завершаем, я хочу прочитать из книги откровения, это имена Господа, 19 глава с 11 стиха, и увидел Иоанн, говорит, я отверстое небо, и вот конь белый, сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует, глаза у него как пламень огненный и на голове его много диодим, он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого, он был облечен в одежду обогренную кровью, имя ему Слово Божие, и воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченные в весом белый чистый, из уст его выходил острый меч, им поражать народы. И 16 стих, на одежде, на бедре его написано имя, царь царей и господь господствующих. Имя, первое, никто не знает, кроме него, имя, определяющее нас, которое мы внутри знаем, которое определяет нас как личность. Мы знаем, кто мы есть. Второе, мы здесь читаем имя ему Слово Божье. Что значит Слово Божье? Сам Христос сказал, ни черта, ни йота не пропадет, пока не исполнится. Другими словами, абсолютный гарант исполнения Божьего Слова. Он и есть Слово воплощенное, получившее имя. И третье, оно определяет его позицию, царь царей. Продолжение следует...